всем привет вы смотрите мастер-класс от магазина лентомания сегодня мы с вами будем вязать сумочку с бахромой горчичного цвета для вязания вам понадобится один моток 100 метров пряжи лента крючок 10 или 12 миллиметров и маркер для пряжи или любая нить контрастного цвета для того чтобы связать круглую сумочку нам необходимо будет изготовить 2 круглых петали вот такие вот кружочки нужно будет связать сейчас расскажу как это сделать одну из них я уже связала и на примере ее и расскажу в общем-то как вязать вторую для начала мы делаем два оборота вокруг руки из ленты под первую ниточку кладем крючок и вторую нитку вытягиваем наверх вот такой делаем петлю дальше очищем свободный край ленты вот он и получившуюся петлю провязываем вкладываем крючок уже по 2 ниточки вытягиваем свободный край ленты и провязываем две петли которые получились на крючке повторяем вкладываем вытягиваем и провязываем 3 петельки мы с вами провязали нужно еще провязать 2 чтобы получилось 5 вот опять у меня получилось теперь еще вот такой хвостик свободный за него сильно тянем сильно так чтобы в центре не осталось прям отверстий у вас будет превращаться цепочка кружочек вот она почти превратилась и теперь нужно соединить трем закончить этот круг для этого в самую самую первую петельку вкладываем крючок так не оттого получается и провязываем через ту петлю которая у вас уже была на крючке это соединительная петля называется вот у нас с вами получился круг мы соединили первый ряд в кружочек нам необходимо сейчас отметить начало этого ряда потому что связать мы с вами будем по спирали мы не будем делать ни швов подъемных петелек никаких для того чтобы их не было видно на изделии это будет очень сильно бросаться в глаза в нашем случае поэтому лучше вязать по спирали когда вяжешь по спирали очень сложно определить начало и конец ряда поэтому обязательно нужно отмечать или маркером как в моем случае вы можете купить в магазине для академии либо можете взять какую-нибудь просто нифку контрастного цвета и ее вдевать так же как маркер и отмечать как-то где у вас начало чтобы не запутались вы чтобы не сделали ошибок вязать я буду узором галочки второй ряд и в каждую петлю предыдущего ряда буду провязывать две петельки я буду делать прибавки по-другому круг никак не слезает только делая прибавки сейчас вот на примере первой петли мне сложно будет показать на примере первой петельки мне сложно показать рисунок потому что тут у меня маркер я как вы видите провязываю туда две петли как обещал одной прибавки а вот вторую петлю уже хорошо видно смотрите вторая петля представляет собой вот такую галочку нам нужно вложить крючок прямо в центр этой галочки причем с обратной стороны с изнанки тоже галочка и обратите внимание что у вас крючок тоже должен попадать в центр этой галочки вытягиваете петлю и провязываете ее вместе и в это же отверстие второй раз вкладываете крючок вытягиваете петлю и провязываете вместе у вас в одну петлю проведущего ряда провязывать две петли все значит правильно делать ищем следующую петельку следующую галочку вот она у меня центр этой галочки я вкладываю крючок вот уже с обратной стороны у меня могла получиться ошибка одну петлю провязали и вторую петлю провязали это делаю до конца ряда второй ряд я провязала и перемещаю маркер снимаю его и зацепляю теперь уже на новый ряд чтобы было видно и таким образом вы будете этот маркер перемещать постоянно выше и выше чтобы вы видите где у нас начало ряда в третьем ряду прибавка делается через одну петельку в третьем ряду прибавка делается через одну петлю то есть в одну петлю вы провязываете две следующую одну третью две петли четвертую одну и так продолжайте до конца ряда сейчас покажу вот у меня первая петелька вкладываю крючок провязываю петлю в нее же опять вкладываю крючок провязываю вторую петлю прибавку сделал следующая петля провязываю с обычной петлей видите на экземпляре а вот уже в третью я опять делаю два столбика без накида в четвертую петлю опять один столбик без накида провязываю прибавку делаю пятую провязываю два столбика без накида делаю прибавку ну и по этому принципу до конца ряда я закончила вязать третий ряд перемещаю маркер повыше первая первая петля и сообщаю вам что четвертый ряд вяжется точно так же как и третий прибавки делаются через одну петлю первую петлю две во вторую одна третью петлю две четвертую одна и так далее я закончила и этот ряд как обычно перемещаю маркер повыше следующий ряд вяжется немного по-другому прибавки делается уже через две петли делаем прибавку две петли вяжем одинарные делаем прибавку и так далее показываю первую петлю делаю прибавку провязываю в нее две петли следующие две петли провязываю одинарно а вот следующие опять делаю прибавку провязываю две петли потом будет две одинарные и так далее этот ряд я тоже закончил и перехожу к вязанию следующего уже на этом этапе вы можете обратить внимание на сколько правильно у вас получается выполнить круг он не должен волнуться круг не должен вот так подниматься и стягиваться если что то из этого мы увидели то вы делаете какую то ошибку уже и сразу ею щите, чтобы потом не перевязывать и распускать весь круг если у вас круг поднимается как то вот так вот вверх превращается в корзинку это значит что ошибка в том, что вы делаете мало прибавок если он у вас волнецего таким образом весь такой волнистый то, значит, наоборот, вы делаете слишком много прибавок, вернитесь и пересмотрите видео, где-то ошибаетесь. Если он у вас похож на плоский, то все вы делаете правильно и можете продолжать. Я, как обычно, перемещаю маркер повыше. И в следующем ряду я делаю прибавки уже через три петли. В первую петлю буду делать, как обычно, прибавку. То есть в первую петлю прибавку делаю я всегда, в каждом ряду. То есть ряду прямо начинается с прибавки. Дальше три петли будут одинарные. И в пятую, получается, петлю. Я буду делать прибавку опять. Вот они три одинарные петли. Следующая будет с прибавкой. Ну и по этому принципу вы завершаете вязание этого ряда. Этот ряд тоже подошел к концу. Я, как обычно, перемещаю маркер. Следующий ряд прибавки делаются через четыре петли. В первую петлю двойная, дальше через четыре опять двойная. И так до конца. Следующий ряд, в моем случае, будет последним. И он вяжется очень просто. Вообще не нужно делать вам никаких прибавок. Просто вяжете в каждую петлю одинарную петельку. Начинаем. Таким образом я закончила дизайне круга. Точно по такому же принципу вы должны связать еще один круг. Обратите внимание, что они должны быть прям идеальными, идентичными. Потому что если у вас в результате получится, вот здесь разное количество петель в итоге, то при соединении сумки вы обнаружите, что сумка у вас несимметричная, возможно даже кривая. И можно, ну, это будет бросаться в глаза. Особенно если вы захотите сделать, например, молнию. Очень сложно будет вшить молнию в сумку, которая одна сторона, больше другой. Я выбираю маркер, он больше мне не понадобится. И мы начнем сейчас сшивание сумочки. Сшивать мы будем сумку соединительными столбиками. Кстати, при вязании двух кругов я не обрезала нитки, вязала разными концами. Один клубочек взяла с середины клубочка, а второй с внешней стороны клубка. Ну, в любом случае нам понадобится, конечно, один какой-то, ниточка одна. Сейчас я посмотрю просто, какой мне удобнее будет взять. Конец. Вам нужно будет, смотрите, вложить лицевыми сторонами, этот же у нас лицевые стороны, друг к другу, эти два блинчика. Таким образом, чтобы у вас вот здесь получилась изнанка, и вот здесь тоже изнано. Шов у нас внутри, его не должно быть видно, поэтому мы сами так делаем. Я беру две петли непровязанные, выбираю, какой рабочей нитью буду вязать. Мне вот удобнее вот эту взять, выбрать. Сейчас начнем сшивать. Так, у меня на крючке две петельки незаконченные, одну я вот так вот провязываю в другую, соединяю уже, соединила два кружочка своих. И теперь буду делать так, у меня вот здесь вот две стеночки петли одного круга, две стеночки петли другого круга. Мне нужно вложить крючок под обеими стеночками одного круга и под обеими стеночками другого круга, вот так. Теперь я вытягиваю свободный край ленты, у меня на крючке две петли, и одну провязываю вот так вот через другую. Это называется соединительная петля, мы уже сегодня с вами ее использовали один раз. Дальше также выбираем две следующие петельки, вкладываем крючок внутренних, вытягиваем петлю и провязываем одну петлю через другую. И так точно продолжаем. Здесь, надеюсь, не нужно объяснять, что пропускать петли никакие не нужно, нужно следить, чтобы они шли за другом, потому что сумка получилась симметричной и красивой. Подписывайтесь на наш канал. Сшивать так изделие нужно конечно не до конца, потому что нам необходимо оставить отверстие в сумочке. Выбирайте сами для себя размер отверстия, мне кажется вот такое вполне достаточно комфортно, чтобы туда хорошо помещалась рука и какие-то крупные пергаменты типа кошелька тоже помещались без проблем. На этом я пока остановлюсь, обрезать ничего не буду, сейчас выверну ее на лицевую сторону сумочку, посмотрю как она смотрится, вправит меня все, я хочу что-то переделать, не торопитесь никогда обрезать. Хвостики. Посмотрите, они вывернули. Вот такой шок выполнен с помощью соединительных петелек, он всегда достаточно интересно выглядит, вот таким образом. Сумочка получается не плоская, она имеет небольшие стеночки и имеет объем. Вот так получилось. Теперь вам необходимо обрезать все лишние ниточки, если все что вы сделали вам понравилось. Их нужно будет спрятать, конечно. Внутри тоже хвостики, которые мы с вами затягивали, можете смело обрезать. Теперь выбор за вами, вы можете сделать разные абсолютно варианты ручек. Можно связать что-то из ленты, сделать узором гусеничка, есть такой узор, который хорошо в принципе подходит для лямок. У него очень сильно растягивается, просто такая проблема есть. Если вы будете вязать стикотажные пряжи лямки, они так или иначе все равно будут за них на какую-то длину. Можете выбрать цепочку, я так и сделала собственно, у меня будет цепочка. Или как-то скрутить в виде жгута, здесь уже все зависит от вашей фантазии, творчества. Вот этот вот вход в сумочку можно тоже по-равному обработать. Можно шить сюда молнию, либо, я знаю, многие делают на пуговку. То есть из трикотажной пряжи делают такую петлю, сюда пришивают пуговку. Эту петельку используют в качестве закрыважа. Ну и, конечно, подклад тоже, если хотите, можете вшить. Я любитель шить, кстати, у моих большинственных сумочек без подклада. Я часто выбираю зургалочку, и мне нравится именно потому, что он плотный. В принципе, сумочка не нуждается в подкладе, там ничего не вывалится из нее. И, конечно, ее можно также украсить абсолютно так, как вы захотите. Очень часто и красиво очень рукодельники используют различные кисточки для украшения сумок. Для крупных сумок также очень классно будет смотреться бахрома. Вот я свою сумку хочу бахромой украсить. Сейчас расскажу, как я это буду делать. Для того, чтобы украсить сумку бахромой, вам необходимо будет нарезать много-много кусочков пряжи одинаковой длины. В моем случае это около 30 сантиметров. Мне нравится более длинная бахрома. Вы тут дело вкуса, выбирайте, как вам очень нравится. У меня она будет идти по периметру сумки. Я выбираю петельку любую, желательно в центре, конечно, чтобы это смотрелось симметрично. Вкладываю в нее крючок. Еще середину кусочка ленты. Продеваю, делаю вот такую петлю и потом сквозь эту петлю я протягиваю хвостики и все, что получилось, затягиваю. И получается вот такая бахрома. Насколько много делать кусочков такой бахромы, тоже, конечно, решать вам. Можно делать даже несколько лидов тут, как хотите. Сейчас покажу, какой результат у меня получился. В результате у меня получилась сумочка горчичного цвета с бахромой и на цепочке. Я надеюсь, что мой мастер-класс был вам полезен. Даритесь с удовольствием. Надеюсь, что у вас получатся классные сумочки. Жду ваших вопросов и отзывов в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok